Привет, дорогие друзья! Вот задаются вопросом подписчики или люди, которые заходят случайно и которые не подписаны, поэтому вы подписывайте, чтобы знать, с чего все начинается на этом канале. Спрашивают, а за что там про Навального ты? Вот за что ты так Навального и так далее? И они не знают, с чего все началось. Навальный решил еще раз. Он уже однажды вступил в эту историю по фамилии Фейген, теперь решил еще раз. Что произошло? Марк Фейген публикует у себя вот такую вот историю. Ну, как всегда, он там обычно обрежет, порежет. И так они решили возбудить на меня уголовное дело по статье 315 УК из-за отсутствия синей галочки в моем твиттере. На него решили возбудить дело из-за отсутствия галочки в твиттере. Как и в делах ФБК, то есть он себя сразу пристегивает к делам ФБК, судья Хабмоножского суда хочет дать мне год колонии за исполнение опровержения, я не знаю, что имеется в виду, по гражданскому делу без синей галочки в твиттере. Дело синей галочки. Ну и дальше начинается все уже в таком стиле. Дело синей галочки и так далее. Хотя здесь, даже в тех документах, которые он публикует, понятно, что дело на него еще не заведено. и что это какая-то переписка исполнителя, исполнительной службы по поводу того, что это неофициальный его твиттер. Неофициальный твиттер. И здесь понеслось дело синей галочки, Путин нас преследует, все, борец с режимом и так далее. Ладно бы Фейгин. Фейгин это человек, который на протяжении трех лет рассказывает клевету обо мне, он постоянно меня высылает из Евросоюза и так далее, садит меня в тюрьму и преследует. Но тут появляется Алексей Навальный. Вот это вот для меня самое поразительное, потому что он уже однажды в это влазил. Синий значок, галочку. Решение судов в России. Все невероятнее и невероятнее. Давайте уже вообще всех твиттерских посадим за отсутствие галочки. Алексей Навальный не разбирается в документах, хотя он является юристом. Не понимает, что он видит. И ретранслирует фантастическую клевету Фейгина о том, что на него кто-то заводит что-то за отсутствие синей галочки в твиттере, а не за неисполнение решения суда. Может быть Алексей Навальный не знает, кто это такой. Объясню еще раз. Фейгин Марк Захарович, это человек, который уже четырежды по решению суда опровергал свою клевету в отношении меня, который три года рассказывал, что я насилую детей. Он рассказывал об этом, писал об этом и так далее, регулярно это опровергал. Это тот человек, у которого на твиттере до сих пор висит интервью женщины, которая выплачивает по суду нидерландскому, это не путинский суд, 150 тысяч евро. Он ее бросил, он ее оставил, это его клиентка была. Он ее бросил, она там сама сейчас пытается, проблемы у нее большие. Зачем Навальный это делает? Вот к нему приходят люди и сразу начинают ему писать, что типа там Алексей, ну все же не так, как вы говорите. Зачем вы это делаете? На самом деле, зачем? Если ты не разбираешься, зачем ты это пишешь? Или ты разбираешься, но пишешь намеренно? Ну тогда ты мразь. Ну тогда ты мразь, однозначно. Синяя галочка, это вот такая вот галочка. Это подтверждение, официальное подтверждение твиттера. Марк Фейгин, не желая исполнять решение суда, которое я получил еще два года назад, он начал переименовывать твиттеры, прыгать с одного на другой. Там был назван какой-то твиттер Марк Фейгин, и на нем типа опровержение. Он пытался уйти, и сейчас до сих пор пытается, уйти от исполнения элементарного решения суда. В суд решил так, просто размести опровержение. Никто никого не насиловал никогда нигде. Никто никого не ищет, никто не находится в розыске, ни за какие изнасилования. Это же просто, да? Для чего Навальный это делает? Сталина Гуревич. Привет. Ну что, ты видела уже, ты видела Навального? Нет, да я же не смотрю сумасшедших. Мне это как-то я берегу свою нервную систему. Смотри, объясняю тебе. Марк Фейгин вбросил фейк по поводу того, что на него уголовное дело за то, что у него в твиттере нет синей галочки. И Навальный поддержал его и сказал, что, ну как обычно, бред путинской России, все такое судят человека, решили уголовку ему сделать за отсутствие синей галочки. Объясни, пожалуйста, что связано с этой синей галочкой? На самом деле, во-первых, еще, как это, к шаре никто пока никуда не идет. Идет только процесс подготовки к возбуждению уголовного дела, но не за отсутствие синей галочки, а за злостное неисполнение судебного решения. Так получилось, что Марк Захарович у нас как та самая унтер-эффициентская водолаза, она тебя высекла. Решив всячески избежать вот этого публичного позора с опубликованием и провержением на своем, сколько там, 65, что ли, у него тысяч подписчиков, на Твиттере, на своем аккаунте, где он распространял вот это вот все на протяжении нескольких лет мерзости в отношении себя, он решил сделать хитро. То есть он пришел, что он самый умный и переключил аккаунт, то есть он как-то сделал так хитро, что с аккаунта Марк Фегин слетела синяя галочка, а стал аккаунт Марк Фегин 4, за которым, собственно говоря, это тот же самый аккаунт, но уже с другим названием. А тот аккаунт, который Марк Фегин, там оказалось в другой дате регистрации. Ну да, я когда-то рассказывал, он тупо просто переименовал, подумал, что он самый хитрый. Да, подумал, что самый хитрый. Но дело в том, что у нас в решении судебном указано, что он обязан исполнить на своем официальном, подтвержденном аккаунте. Самый подтвержденный аккаунт, это аккаунт, подтвержденный официально системой Твиттер. У нас есть дополнительно судебное решение, разъясняющее о том, что это действительно должна быть именно синяя галочка, аккаунт с синей галочкой. И сейчас, собственно говоря, сложилась ситуация, при которой Марк сам, пытаясь избежать исполнения судебного решения, загнал себя в ситуацию, при которой он будет привлечен к уголовной ответственности за голосное неисполнение судебного решения. Потому что все его действия были направлены именно на то, чтобы это судебное решение не исполнять. в том виде, в котором указал суд. Сталина, напомни, это, по-моему... Про кровавую глибню, это, конечно, смешно. Никто не мешал взять исполнить судебное решение. Более того, Марк Захарович, наверняка смотрите, и прямо сейчас скажу, я думаю, что и меня, и Анатолия вполне устроят, если вы вот это судебное решение исполните на том аккаунте, которым вы пользуетесь сейчас, где у вас 65 тысяч подписчиков, где вас все видят, и все знают, что это вы, по-моему, на этом аккаунте разместите, если вы прям так хотите избежать уголовного ответа. К тому же не впервые он 4 раза уже извинялся. Тут история такая, просто, может быть, Алексей Навальный не в курсе, может быть, он тупой и выпал немножко информационного поля, но фишка в том, что этот человек 3 года обвинял меня в изнасилованиях детей, а выиграл я у него суд, по-моему, весной 2019 года, то есть прошло уже огромное количество времени. Ну, это не первый суд, давай-ка. То есть, да, я выиграл у него ряд судов, его клиентка в Нидерландах выплачивает 150 тысяч евро, но это окей. Просто Навальный написал об этом, вот я просто, я не понимаю, он готов, он же юрист, да, он же юрист. Кто? Ну, Навальный. Кто есть? А, ну... Дело в том, что Фейген просто элементарно развел. Фейген в своих лучших традициях опубликовал решение вот это, вот написал за синюю галочку, меня судят за отсутствие синей галочки и так далее. Мы выиграли, то есть где-то мы отклонялись от закона, мы шли четко по законодательству. И по рыбе, конечно. Мы шли по судам, это была куча времени. Навальный пытается избежать исполнения судебного решения. Он делает все для того, чтобы это решение не исполнить. Ну, это для российского законодательства попытки таким или иным образом избежать исполнения судебного решения называется взглосное уклонение. А взглосное уклонение, оно старается в уголовном порядке статью 3015 Уголовного кодекса Российской Федерации, что Марк Закарович уже с нетерпением ждет в это возбуждение, потому что у нас одна стадия уже прошла, потому что для возбуждения уголовного дела необходимо пройти ряд, это достаточно длительный, к сожалению, процесс, но нужно административное наказание, вынесенное не приставом, а судом. Вот у нас одно уже судебное решение состоялось, на него наложили штрафами, 5 тысяч, по-моему, за неисполнение судебного решения, он его обжаловал вот с 26-го числа, но я не думаю, что там будут затягивать, скорее всего, как в течение ближайшего месяца это рассмотрят, судебное решение вступит в законную силу, ему еще раз дадут время исполнить это судебное решение, я думаю, там 2-3 дня вполне ему будет достаточно для того, чтобы его не исполнить снова, и будет вновь привлечение к административной ответственности, уже после этого будет все основания для возбуждения уголовного дела в России за неисполнение судебного решения. То есть, просто, мы шли по процедуре, мы шли по закону, я знаю, насколько это быстро, я 2 года жду выполнения решения. К сожалению, это не быстро, но здесь нет никакой вины, ни чьей, именно в связи с тем, что у нас эта процедура предусматривает определенный, он должен быть уведомлен, он должен получить уведомление, он, естественно, пытается избежать получения уведомления. Ему нужно представить время для того, чтобы он это сделал. Он там это не делает, на него накладывается исполнительский сбор, потом дается еще время. И вот это вот, вот это вот все время он это обжалует, он подал, вот сегодня у нас было заседание, как раз он подал жалобу на пристава, заявление о том, что пристав отказал ему в прекращении, в окончании исполнительного производства, и сегодня должно было быть заседание, но они сами туда пришли судебное заседание, ну, в смысле, представьте, Фетина сказал, что мы просим отложиться, потому что мы вот там сейчас обжалуем вот эту синюю галочку определения, мы про него не знали, мы были не в курсе, ну, вот это вот, то есть тут нужно заметить, что Марк Тахарович, нужно отдать ему должное, тоже пытается использовать пробелы в российском законодательстве, чтобы максимально затянуть вот это вот, ну, это такая аргония, на самом деле, которая, ну, хорошо, в отношении вас не возбудут дело в ближайшую неделю, ну, в ближайший месяц возбудет. Это не... Дело все в том, что по этому, по этой статье нету срока давности в плане, оно не считается с момента вынесения решения, оно взящееся, то есть вы пока не его не выполняете, вот тогда идет срок давности. Еще, Сталина, напомни просто, ну, просто напомни нашим зрителям, многочисленным, да, может быть, его преследуют за борьбу с Путиным, с кровавым режимом, еще с чем-то. Четко. Да, какое-то безумие. Его, кому он нужен, вот эта борьба, понимаете, это неуладимый Джо, который нахер никому не нужен. Вот это какие-то фантомные боли, которые, что его там кто-то преследует, у кого-то сильно... Ну, кто такой фигин? Ну, он здесь неудачливый такой товарищ, у которого там не все в жизни получается, там, и с работой как-то не очень вышло, в смысле с адвокатом. Конкретно это преследование. Конкретно это преследование. Конкретно это не преследование, это ответственность в рамках российского законодательства за длинный язык. У нас запрещено распространять сведения, поручащие честь, достоинство, деловую репутацию человека, если эти сведения не соответствуют действительности. Теперь есть два варианта. Первый. Алексей Навальный признает, что он ошибся. Раз в своей жизни он признает, я ошибся, приношу свои извинения. Я распространил полную ахинею, потому что Марк Фейген славится своей ахинеей. Вот уже три года он высылает меня из Европы, лишает статуса беженца, меня уже посадили в Украине, в России, меня посадили в Нидерландах, меня все разыскивают и так далее. Он постоянно продуцирует эту ложь, клевету и регулярно ее опровергает по решениям суда, судов, уже многочисленных судов. Так вот, Алексей Навальный или извиняется и говорит, не передо мной, мне не нужны его извинения, перед своими собственными читателями, перед теми читателями, которые читают его на Западе, к примеру, да, и говорит, да, я ошибся. С кем не бывает, такое бывает. Или он делает вид, что ничего не произошло. Наблюдаем.